Итак, сегодня, благодаря тому, что на моем канале уже 21 тысяча подписчиков, я буду разыгрывать вот эту невероятную книгу «Стиль» от Эмили Хендерсон, предоставленную издательством Манн Иванов и Фебер. И все условия и детали вы узнаете в конце этого видео. Сегодня я хочу рассказать вам о трех очень интересных книгах. Первая книга, как я уже сказала, это «Стиль» Эмили Хендерсон. Вторая книга – это «Дом, милый дом» от Дебора Ниделман. Но хочу обратить ваше внимание, что прежде чем начать обустраивать ваш интерьер, начать приносить туда какие-то эксклюзивные детали, декор и мебель, обязательно необходимо разобраться с теми вещами, которые есть, навести порядок, выбросить ненужное, каким-то образом сгруппировать то, что у вас есть, и навести идеальный порядок, и только после этого приступать уже к декорированию и оформлению пространства. И навести порядок в вашей квартире вам поможет книга «Дышите свободно». Она у меня была в электронном варианте. Сразу могу сказать, что мне совершенно неудобно и некомфортно читать с одной стороны книги в электронном варианте, потому что я люблю бумажные книги, перелистовые страницы. С другой стороны, было удобно, потому что я могла читать ее в дороге, в очереди и в каких-то других моментах, куда бы я не могла с собой взять большую бумажную книгу. Итак, книга «Дышите свободно» она не только о том, как навести порядок, и просто что выбросите, возьмите это, выбросите это, выбросите то, что вам не нужно. Она раскрывает психологические моменты, как мы привязываемся к хламу. В книге очень много представлено практических моментов, ситуаций описанных реальных существующих семей. Также в книге рассказывается о том, как, наведя порядок в своей квартире и в своем доме, вы можете навести порядок и в своей жизни, и упорядочить ее. Книга очень грамотно, структурно написана. Мне понравилось, что, во-первых, все книги по порядку, которые я много читала, они, в общем, говорят о том, что сложите то, сложите это, выбросите то, что вам не носите вещь, допустим, уже год. То здесь автор предлагает остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к вещам, прислушаться к помещению и понять, что вам нужно, что не нужно. Автор предлагает некоторые способы и приемы, как вы можете научиться отпускать вещи, которые вам даже очень дороги. Очень интересно описаны реальные истории жизни, да, и автор рассказывает о том, как другие люди уже справились с этим, или как они смогли выбросить хлам, либо упорядочить, либо как-то структурировать количество вещей, которые у них есть. Конечно же, даже если вы не участник вот этих страшных передач, которые бывают по телевизору, где там вы не можете войти в комнату, потому что все полностью завалено, но, тем не менее, иногда у нас могут быть беспорядок в шкафах, или какие-то ненужные статуэтки стоят годами, но мы не можем их выбросить. Автор приводит примеры с другими людьми, которые уже сделали это. Книга поделена на три больших части, да, на шаг первый – остановиться, прислушаться, шаг второй – это сформулировать цели, и очень интересная цена в данной книге то, что идет разбор каждой комнаты – гостиной, спальни, детской, библиотеки, если есть кабинет, ванной комнаты и так далее. И на каждую комнату приведены примеры, и на каждой комнате есть какие-то основные правила, как поддерживать порядок и что там должно быть. И шаг третий – это когда автор предлагает высвободить энергию и рассказать о том, для чего же реально предназначена та или иная комната. Основным моментом, который меня поразил в этой книге, это был момент благодарности хламу. Момент такой, что надо сказать спасибо благодаря этим книгам, я там, где сейчас есть, да, спасибо благодаря этой одежде или благодаря тому, что у меня есть, и признать роль, которую та или иная вещь сыграла в моей жизни, и сказать, что спасибо, ты сыграла уже мою роль, дальше я могу идти без тебя. То есть такой прием, такой метод может значительно облегчить ваше пространство от каких-то ненужных вещей, которые вы боитесь выбросить, потому что они связаны, допустим, с какими-то значимыми моментами, или, допустим, вы прочитали эту книгу, и она, благодаря ей, вы стали там известным блогером или известным дизайнером. В книге авторы помогают разобраться в себе, в своих эмоциях и в своем эмоциональном хламе путем избавления от физического хлама. И это очень интересный и действенный способ. И поэтому перед тем, как начать декорировать и привносить красоту в ваш дом, всем рекомендую прочитать эту книгу «Дышите свободно!» от издательства Манн Иванов Фебер. Вторая книга «Дом, милый дом» от Дебора Ниддлман. Ее я приобрела очень давно, и я сначала думала, что она только для дизайнеров-декораторов и профессиональная книга, но она также подойдет любителям украшать свой дом и делать уютное и красивое свое пространство вокруг вас. Дебора Ниддлман была долгое время главным редактором интерьерного журнала «Домио». И она в книге предлагает интересные проверенные рецепты того, как сделать ваш дом уютным, красивым, делится правилами декорирования, рассказывает, что привнести в интерьер, какие детали, какие акценты для того, чтобы сделать его идеальным для вас и для вашей семьи. Книга иллюстрирована интересными акварелями. Хоть это не фотографии и не реалистичные примеры, но акварели и рисунки настолько яркие и контрастные, и вы сможете понять основные принципы, правила декорирования пространства. Книга также поделена по комнатам, она поделена по основным параметрам. Это освещение, организация, хранение вещей, прием гостей, какие-то интересные мелочи, какие-то моменты, на которые вы, допустим, раньше не обращали внимания, но прочитав эту книгу, вы сможете привнести их в интерьер. Допустим, использование пледов, подушек, книг в декоре. Корзин, да, то есть как можно использовать, допустим, правила организации и хранения вещей, и при этом декорировать пространство. То есть те же книги, те же журналы или те же вещи, которые обычно разбросаны, да, их можно сложить в красивую корзинку, подобрать ту корзинку, которая подойдет именно в ваш интерьер. В книге описаны варианты, как это можно сделать самостоятельно. То есть прочитав эту книгу, вы сможете подобрать такую корзинку, допустим. Либо как правильно подобрать лампу, именно в вашу гостиную, и что вы хотите от этой лампы, чтобы она светила, либо чтобы она привлекала внимание. Хочу сказать, что наверняка уже практикующим дизайнерам эта книга будет больше, ну, как для красоты, для, больше для такого эстетического наслаждения, потому что, в принципе, здесь описаны все основные правила и приемы, которые дизайнеры и декораторы знают. Как людям, которые самостоятельно решили привнести что-то в свой интерьер, то здесь очень детально, очень подробно, и с большими яркими красочными примерами описано, как вы можете это сделать. И третья книга, я вам могу ее показать на английском. Эмили Хендерсон, она победитель американского шоу интерьерного по декору. Она не профессионал в своей деятельности, но она именно практикующий любитель, скажем так. У нее есть видеоблог, если вам интересно, ссылку я оставлю в описании. У нее есть свой сайт, у нее есть текстовый блог. Книга, на самом деле, если вы являетесь подписчиком ее блога, то книга, в книге вы узнаете все ее интерьеры, все ее посты. По большому счету, она здесь сгруппировала просто весь свой накопленный опыт и свои знания, свои интерьеры, которые она уже использует и практикует. И я еще заказывала эту книгу с американских сайтов. И сейчас уже вот недавно издательство Аманы Иванов-Эбер выпустило эту книгу на русском языке. Стало значительно понятнее, потому что я не в совершенстве владею английским языком, и большинство я рассматривала картинки, и с помощью переводчика очень долго читала эту книгу. Здесь же уже есть на русском языке. Понятно. Могу сказать, что текст просто переведен по неадаптированной под интерьерные реалии украинского и российского рынка. Здесь все-таки американская классика, индивидуальный стиль Эмили. Она любит сочетать такие 70-е годы, сочетать винтажные вещи в интерьере. У нас, в принципе, очень много винтажных вещей. Если, допустим, съездить в деревню к нашим бабушкам, мы можем найти очень модные нынче вещи. Книга интересна тем, что, во-первых, в самом начале у нее есть интересный тест на определение именно вашего стиля интерьера. Вы можете пройти тестовое задание и определить, какой же вы предпочитаете стиль. Эмили предлагает проанализировать это, исходя из ваших предпочтений в одежде, и в цветовых, и в каких-то еще других пристрастиях, благодаря которым вы сможете понять тот или иной стиль. Потом Эмили предлагает разные тоже приемы и способы декорирования. И книга очень интересна тем, что те или иные приемы Эмили иллюстрирует картинками из своих проектов. То есть достаточно интересно смотреть. Правда, в наших реалиях больше эта книга слушает для вдохновения, потому что мы не так привыкли приносить столько декора в наше жилище. Поэтому смотрите, вдохновляйтесь. Эта книга будет еще также полезна, если вы решили сделать ремонт самостоятельно, потому что здесь по пунктам расписано. У меня, кстати, на канале есть видео, где я рассказываю о том, как самостоятельно, грамотно подготовиться к ремонту. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Эмили в своей книге тоже предлагает алгоритм подготовки к ремонту, который вы можете использовать либо к ремонту, либо к реорганизации, к какому-то косметическому ремонту. То есть для начала вы определяете стиль, свои предпочтения. Потом вы выбираете, что вам нравится, какие впечатления вы хотите, чтобы ваша квартира, либо ваш дом производили на вас и на вашу семью. Потом вы делаете модборд, подбираете уже отдел, картинки какие-то красивые, либо какие-то детали интерьера. И потом уже вы можете подбирать цвета, мебель и обстановку по каждой комнате, в целом вашей квартире или доме. Благодаря тому, что здесь описаны основные правила, это можно сделать безошибочно и не захламить свое пространство, которое с помощью книги «Дышите свободно» вы уже освободили. Либо же, если вы делаете ремонт первый раз в новострое, либо в каком-то другом помещении, тогда это поможет, эта книга, правила Эмили Хендерсон, помогут вам сделать все красиво и правильно. Эту книгу я подарю одному из подписчиков. Выберем с помощью какого-то сервиса. Вам необходимо быть подписанным на мой канал, ставить лайки этому видео. В комментариях напишите, возможно, именно вам нужна эта книга и почему она вам нужна. Я посмотрю, возможно, эту книгу выиграет самый интересный комментарий к этому видео. Книга очень полезная, и она будет, кстати, полезна также и начинающим дизайнерам, потому что здесь сгруппированы, структурированы очень интересные способы приема декорирования, которые, в принципе, в классических школах дизайна декора не преподаются. Все ссылки на книги, о которых я сегодня рассказала, и на издательство, я оставлю в описании. И если вам интересно, можете более детально с ними ознакомиться. Если у вас возникли какие-то вопросы, комментарии, пожелания, пишите в комментариях к этому видео. Эмили Хендерсон предоставила адреса магазинов, где можно покупать декор, текстиль и другие декоративные элементы в квартире, для того, чтобы создать такой стиль, о котором она пишет. Если вам интересно, я могу сделать обзор интернет-магазинов, либо магазинов в Украине или в России, где вы можете купить все недостающие вам элементы декор, текстиль, картины и, возможно, даже мебель. Если вам интересно, снимем видео с обзором таких магазинов, где и что можно купить и примерно по какой цене. Очищайте и преображайте свое пространство в новом году, делайте его красивее, уютнее, избавляйтесь от хлама, добавляйте только красивые, яркие, функциональные, нужные вам вещи именно вам, не какому-то журналу, не какой-то тете-дяде из телевидения, а именно делайте, создавайте свой дом, свою квартиру уютной, красивой и комфортной. И в новом году и в дальнейших годах живите комфортно, уютно и красиво. С вами была Саняна Катерина.